Аллилуйя, дорогие друзья! Я приветствую вас во имя Иисуса Христа! Пусть Божий мир придет в ваши дома, в ваши ситуации, в ваши сердца. Пусть помазание Божие разрушит всякую силу и власть греха в вашей жизни. Если вы еще находитесь под рабством греха, если вы еще раздумываете, прийти ли мне к Богу или мне сделать это потом, я просто умоляю вас, я вдохновляю вас покаяться прямо сейчас, потому что вы не знаете ни дня, ни часа, когда прервется ваша жизнь, и вы предстанете пред Богом и должны будете дать отчет, почему вы так жили и почему вы не приняли Христа. Поэтому не ждите с этим, вам нужно покаяние, сделайте это прямо сейчас, склонитесь и покайтесь, примите Иисуса Христа в свое сердце, помолитесь, поговорите с Ним, покайтесь в том, что вы жили без Него, без Его любви, что вы игнорировали Его любовь, и если вы сделаете это, Бог изменит вашу жизнь. Иисус сказал, что всякого приходящего ко мне не изгоню вон. Если вы придете, обратитесь к Богу в молитве, Он никогда вас не прогонит, Он примет вас, Он примет ваше покаяние, простит вам все ваши грехи, и запишет вам ваше имя в книгу жизни, и вы будете с Иисусом. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Итак, тема проповеди будет называться «Раб Иисуса Христа». Раб Иисуса Христа – это новозаветное понятие, которое означает полную принадлежность Иисусу Христу, как в прямом, так и в переносном смысле. Есть негативные понятия под словом «раб». И когда мы говорим слово «раб», то мы хотим исключить его из нашего лексикона, христианского лексикона, потому что у нас сразу ассоциация идет с негативным понятием этого слова. Но это так и есть. Есть негативные понятия этого слова. Например, «раб греха». Раньше до Христа мы были рабами греха. Мы жили, Библия говорит, Ефесянам 2 глава, по воле князя, господствующего в воздухе, по воле дьявола. Можно сказать так. Я не делал то, что я хочу. Скажите, люди, которые грешат в этом мире, они делают то, что они хотят? Они курят, потому что они хотят. Они пьют, они воруют, насилуют, терроризируют. Думаете, это они хотят? Нет, этого хочет дьявол. С детства никогда ребенок не мечтал, что вот он возьмет папиросу и будет курить, как паровозик, всю свою жизнь. Никогда этого не было. Это вредно. Это убивает, это разрушает. Но так как ему показали образ, дьявол показал образ у других людей, человек это принимает в свою жизнь, это проклятие, и это приходит. Также мы видим, что человек никогда не мечтал пить алкоголь. Но так как он видит, что старшие это делают, и они такие веселые, и все так хорошо. Правда, потом плохо все. Вообще очень плохо все в жизни. Но это как бы дьявол удерживает глаза от этого. Главное, что все красиво начинается. Итак, грех настолько разносторонний. Мы не говорим, что только курение и алкоголь – это грех. Есть множество грехов. И самый главный грех – это не веря в Иисуса Христа, и того, что человек живет без Бога. Это грех, который является основанием для всех остальных грехов. Это курень. Есть понятие, например, раб денег. Вот сколько бы он денег не имел, он все равно хочет больше. Он хочет больше. Он хочет зарабатывать больше. Больше. Ему достаточно денег для того, чтобы жить. Он заработал деньги. В этом нет ничего плохого. Но когда у человека происходит такая, знаете, жадность, и Библия говорит, что есть грех любостяжания. Это любовь к физическим вещам. Это любовь. Это пристрастие. Это желание обладать физическим, материальным. Оно захватывает человека. И поэтому человек может стать рабом денег. И ему никогда не станет достаточно. Он будет их зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать. Будет тратить всю свою жизнь только для того, чтобы увеличить свой доход, капитал свой. Мы знаем, что есть понятие, например, раб человека. Это человек, который принадлежит другому. И он не делает то, что он бы хотел. Он делает то, что его заставляют делать. Есть понятие раб чужого мнения. Вот ты, например, всегда подстраиваешься под чужое мнение. Ты никогда не имеешь свое мнение. Ты всегда думаешь, а как обо мне люди подумают? А вот если я так сделаю? А если я вот так сделаю? А если я уверую в Иисуса Христа? А как обо мне подумают коллеги на работе? Они же все такие умные, все такие интеллигентные. И вдруг я тут уверую в Иисуса Христа. Знаете, и когда люди, например, или я оденусь вот так вот, оденусь. Что обо мне подумают? Что обо мне скажут? А если я не накрашусь? Что обо мне подумают? Знаете, и люди всегда делают все для того, чтобы угодить другим. Но это не то, что они бы хотели в своей жизни. И когда человек выходит в общество, да, не дай бог, он как-то плохо одет, не накрашен, или у него что-то там еще, знаете, у него беда. Он не может, знаете, у него комплексы. И это называется раб чужого мнения. То есть жизнь в комплексах, в стеснениях. Мы бы намного жили бы другой жизнью. Мы намного бы жили счастливой жизнью. Более счастливой, чем мы живем. Если бы мы не ходили под чужим мнением. Мы бы и пели громче, может. И мы бы и плясали. Мы бы, знаете, многие вещи бы делали. А то нам всегда говорят, чише. Так неприлично. Ты как себя ведешься? Как себя позволяешь? И так далее, да? Мы не говорим о каком-то нахальстве. И, знаете, сумасшествии. Но если у человека, например, знаете, однажды я на работе видел одного человека. Он такой пожилой был. Он ходил. Он такой, как был просто помощник на работе. И он ходил и пел. Ему было все равно, что кто рядом. Он просто пел. Его душа пела. И он ходил, пел какие-то песни там свои. Знаете, просто, может, сам сочинял. И вот так думаешь, странный человек. Да нет. Просто он не ходит под чужим мнением. Он просто пел. Ему захотелось петь. И он пел. Раб – это тот человек, который находится под владычеством другого, который подавляет свое мнение и все свои желания в пользу господина. Если я раб другого человека, то хоть у меня есть свое понимание, есть свое мнение, я всегда буду его подавлять. Потому что он более величественный, чем я. Он более умный, чем я. То есть я боюсь. И знаете, в рабстве всегда есть страх. Знаете, у человеческой природы в подсознании каждый человек хочет жить независимой жизнью. Чтобы нам никто ничего не говорил, как надо делать, что надо делать. Знаете, чтобы я жил, как я хочу, как я понимаю. Никто не хочет зависеть от обстоятельств. От людей, от Бога. Никто. Я вам скажу, верующие сегодня. Я не говорю про неверующих. Это просто даже не трогается эта тема. Я говорю даже о верующих людях. Верующие люди не хотят сегодня зависеть от Бога. Вы послушайте молитвы верующих людей. Бог, восполни все мои нужды. Знаешь, что с тобой будет, если Бог восполнит абсолютно все твои нужды? Если у тебя будет достаточно денег на счетах, у тебя будет здоровье, у тебя будет все. Тебе Бог незачем будет нужен вообще. Ты будешь сам как Бог. И мы видим, что и произошло в Едемском саду. У них были восполнены все нужды. Они жили в раю. Они жили лучшей жизнью, чем бы мы себе могли бы представить. Миллиарды раз лучше, чем бы мы могли представить самый лучший вариант жизни для нас. Они жили такой жизнью. И что? Посмотрите. Они ушли от Бога. Они ушли. Они захотели жить независимой жизнью от Бога. И они даже захотели принимать решения. Серьезные решения без участия Бога. К чему это привело? К тому, что они сразу же попали под владычество дьявола. Но в реальности все ли люди свободны? Нет. Вот ты свободный человек. Ну попробуй не пойди на работу. Увидишь, что с тобой будет. Тебе быстро позвонят и скажут, почему не на работе? Ты скажешь, я свободный человек. Что хочу, то и делаю. Услышишь, уволен. Вот этого ты слышать не хочешь. А если ты уволен, у тебя проблемы сразу и с банком, и т.д., и т.п. Все ли люди независимы? Знаете, есть понятие свободы, а есть такое вообще понятие, которого вообще не существует. Независимость. Независимость есть только у Бога. У всех стран, ни одна страна в мире не может сказать, она независимая страна. Кто-то здесь, даже в этой стране, например, имеет полный контроль. Кто-то контролирует всем. Над тем, кто все контролирует, еще есть другой, который контролирует. И все друг другом контролируют. Единственный, кто без контроля, без управления, до которого не дотянутся ни наши руки, ни наше ничего. Это Бог. Он является свободной личностью и независимой личностью. А мы все с вами, мы так или иначе, мы зависимые. Все ли люди живут так, каким хотелось бы? Очень мало людей живет так, каким хотелось бы. Значит, где-то собака зарыта. Значит, ты кому-то все равно служишь, ты кому-то принадлежишь. Есть нитки, за которые тебя можно дернуть. Послушайте, как только человек решает жить независимой жизнью от Бога, он тут же уходит под владычество дьявола. Как только человек говорит, почему я должен слушать, что мне Бог говорит, почему я должен жить по его законам, почему я не могу жить в гуманном обществе. Просто быть нормальным человеком, зачем сразу Бог, Бог. Ты не представляешь, во что твоя жизнь превратится, если ты, взбунтовавшись, это уже причина греха, уже бунт идет от дьявола. Если ты так скажешь, ты сразу уходишь, автоматически ты уходишь под владычество дьявола. А кто хочет жизнью свободной и от Бога, и от дьявола, будет разочарован. Так как человек не может жить независимой жизнью. Вот человек, например, говорит, меня достали. Вот почему я должен либо с Богом, либо с дьяволом. Что вы мне рассказываете, что нельзя жить без Бога. Я же живу без Бога. Да, ты живешь по воле князя, ты не видишь себя со стороны. Ты же живешь, ты грешишь. А грех это преступление, и за него придется ответить перед Богом. Хочешь ты этого или не хочешь, а может быть я тоже не хочу отвечать за преступления, за грехи. Ну и что, что я не хочу. Есть Бог, который нас сотворил. Есть Бог, который все это задумал, придумал, запустил эту систему. И она в идеале, она очень прекрасная. Но она прекрасна только тогда, когда человек осознает, что он не может жить без Бога. Что у него не получится хорошей жизни без Бога. И приходит под владычество Бога сознательно, по доброй воле, из-за любви к Богу. Я думаю, что Адам с Евой, они не до конца любили Бога. Они еще не понимали, знаете, ты никогда не будешь ценить того, чего у тебя очень много. Понимаете? Ты никогда не будешь ценить еду. Если у тебя холодильник ломится, ты ешь, ешь, ты не успеваешь проголодаться, ты снова ешь, 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 ешь. Скажи, ты будешь ценить крошку хлеба? Никогда. Но если ты не ел, и у тебя нету ничего, ты и корочку хлеба, кусочек маленьких хлебушка будешь ценить. Понимаете? У Адама с Евой было все в изобилии. Им ничего не надо было. И мы видим, что они возгордились. Они решили, что они сами вправе решать, что в жизни делать. Либо человек подчинен Богу, либо он живет по воле дьявола. По его законам есть рабы греха. Каждый человек до Иисуса Христа, до встречи с Иисусом Христом, являлся рабом греха. А значит, он находился под владычеством дьявола. Есть те, которые делают это осознанно, сатанисты. Они осознанно признают, что они сатанисты, что они слуги дьявола. А есть люди, которые это делают неосознанно. Они грешат, но осознать того, что раз я грешу, мой отец дьявол, они это не могут. Для них это тяжелая информация, и они с этим не согласны. Так вот, это мы говорили о негативном понимании слова раб. Раб, представляете? Это очень тяжело. Это человек, который не имеет в жизни личного счастья. Может, у него есть хорошие моменты, когда ему хозяин кинул кусочек хлеба. Теперь мы поговорим о позитивном понимании, как темой называется раб Иисуса Христа. Быть рабом Бога – это самая наивысшая форма посвящения, а также самая огромная привилегия. В начале своей жизни Павел писал в посланиях, он писал апостол Иисуса Христа, а потом он пишет – раб Иисуса Христа. Быть рабом Бога – это решение человека. Бог никогда не скажет нам – стань моим рабом, почему ты еще не мой раб? Бог никогда не будет давить на тебя, потому что ты действительно человек, который выбираешь. Но ты не выбираешь полностью независимо, ты выбираешь либо-либо, либо да, либо нет. Ты выбираешь только Бога или дьявола. Ты не выбираешь жизнь свободную от них. Ты выбираешь, и это твой выбор, твое решение. Быть рабом Бога – это решение человека. Бог, в отличие от дьявола, никого не заставляет становиться его рабом. Мы видим, как к нам он относится, как к нам относится Бог. И у нас не остается больше сомнений в его любви и заботе. К нам, и как заключение, мы решаем посвятить ему всю нашу жизнь без остатка. Иисус – тот господин, который любит. Вот здесь понятие слова «раб» – они растворяются, они меняются, они ломаются. И мы видим, что быть рабом греха – это плохо. Быть рабом Бога – это хорошо, это привилегия. Это самая наивысшая форма посвящения. Это как муж и жена. Они как друг другу слуги. Они как рабы друг другу. И там нету господина. Знаете, такому господину хочется посвятить всю свою жизнь, который висел за тебя на кресте, отдав свою жизнь, отказавшись от своей воли. Знаете, Иисус – это пример раба в Библии. Если вы и хотите найти пример раба, в позитивном смысле слова, это Иисус Христос. Он молился в Гесеманском саду, перед тем, как ему идти на крест и умирать. Он молился и говорил «Отче». По-человечески. Я не хочу быть убитым. Я не хочу, чтобы надо мной издевались. Я не хочу, чтобы меня оскорбляли. Знаете, мы думаем, что это так все легко было. Мы читаем. Мы перелистнули страницу. О, Иисус уже воскрес. О, здесь ему трудно. О, здесь он уже воскрес. Но это был целый процесс. Это было больше, чем перелистнуть страницу. Это было больно. Это была жизнь Иисуса, которая длилась. Это не было так легко, как мы сегодня воспринимаем. Да не дай Бог тебе какое-то оскорбительное слово скажут. Ты уже весь вот такой, знаешь, готов там, я не знаю, что делать. Надо сказать, ответить, наброситься, сказать 10 слов. Просто вот на человека, если скажут какое-то оскорбительное слово, он готов уже драться. Это слово сказать. А Иисуса били. Понимаете, когда бьют слабого, он не может дать сдачу. Но когда бьют сильного, он может дать сдачу. Он может. И вот она в чем, как бы, трудность сдержаться, благословить его, не дать ему ответ. Понимаете? Как один спецназовец умолял. Один спецназовец уверовал в Бога. Я слышал такую историю. И он просто умолял пьяных людей, мужиков, которые приставали к сестрам, к верующим. Он их просто умолял. Говорит, уйдите, пожалуйста, по-хорошему. Уйдите, я прошу вас. Просто уйдите с миром. И вот тогда трудно сдержать себя. Понимаешь? Когда у тебя есть сила. У Иисуса была сила. Такая сила, которой мы мечтать не могли бы. Он говорит, я бы только попросил отца. Он бы сразу дал бы. Сразу план был бы отменен. Вообще без проблем. Это же Сын Божий. Все. 12 легионов ангелов. Самых лучших, которые служат непосредственно Богу. Они встали бы на защиту. И все сразу бы изменилось. Но самая большая жертва – это та, которая скрыта. Вот когда люди, знаете, они чем-то жертвуют, и они афишируют это. Я вам скажу, это не жертва. Это фарисейское дело. Это, знаете, как фарисеи, которые всем показывали на показ, что они святые, они такие добрые, они такие богобоязненные, религиозные. Когда люди делают это все на показ, или рассказывают о своих жертвах, то, как Иисус говорил, они всю славу получили уже. И это такая незначительная слава. Вот только бы удержался, да, вот не похвалился бы о себе. Вот прославил бы Бога, рассказал бы о другом, или зашифрованно сказал бы, знаю такого человека. Но так как ты рассказал о себе, какой ты молодец, какой ты супергерой, как ты пожертвовал много, то все в зале, они удивились, и они тебе похлопали. Иисус говорит, ну как жалко. У меня такая слава для тебя была готова за это благодеяние. Но тебе уже в церкви три человека воздало славу. Все, радуйся. Это все твоя слава. Вот ты выходишь из собрания с великой славой, с аплодисментами людей. Больше ты ничего не получишь от Бога. Ты все получил. С тобой рассчитались уже. Иди. Понимаете? Иисус это все скрыл. Он всегда скрывал. Он никогда не хотел себя фишировать. И ту жертву, которую Он сделал, это самая великая жертва. И даже ученики, Он даже без них молился. Хоть Он потом и открыл, когда уже воскрес, Он молился, Он говорил, Отец, не моя воля, но Твоя да будет. Мы все помним это. Молитва Иисуса. Перед смертью. Он сказал, не моя воля, но Твоя. Он поставил Себя в позицию раба. Он сказал, да, у меня есть мое мнение, но твое мнение выше. Твое мнение лучше. Я выбираю твое мнение. Не потому, что я боюсь Тебя. Не потому, что Ты меня накажешь из-за этого, если я вдруг по-своему поступлю. Просто потому, что я люблю Тебя. И я это делаю из-за любви к Тебе, из-за любви к человечеству. Иисус тот, кто исполнил две заповеди. Он возлюбил своего Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью. И возлюбил своего ближнего, как самого себя. А это что значит? Что Иисус хотел на небо. Значит, его надо ближнего также возлюбить, чтобы и он на небо попал. Вот поэтому Иисус и отдал свою жизнь, пролил свою кровь, чтобы сегодня мы очищались ею. И попадали тоже на небеса. Чтобы Бог становился нашим отцом. Чтобы он не был только отцом Иисуса, чтобы он был также нашим Богом, нашим отцом. Если Иисус всего себя посвятил и отдал в жертву, то и от нас он ожидает не меньше. Когда Иисус говорил о притче, что один купец нашел одну дорогую жемчужину. И все, что он имел, пошел, продал и приобрел эту жемчужину. Жемчужина – это нечто такое маленькое. А все, что он имел, это может быть дом, я не знаю, бизнес свой. Он все продал, чтобы купить. Настолько она была дорогая. Понимаете? Это мы с вами, та жемчужина, за которую Бог отдал все, что имел своего единственного сына. А Иисус имел всю свою жизнь. Он ее отдал ради той жемчужины, которая и означает нас с вами. То он также хочет, чтобы он теперь стал этой жемчужиной. Чтобы ради него мы отказались от всего. Ради того, чтобы приобрести эту жемчужину. И апостол Павел пишет филиппинцам, он говорит, я ради Христа отказался от всего. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Павел, ты что, не приобрел Христа? Ты что, еще не уверовал в Него? Он говорит, уверование – это начало. А приобретение Христа, открытие Христа, познание Христа – это дальше. Это то, что принадлежит нам. И нам необходимо в это путешествие стремиться. Мы думаем, что если ты принял Христа, все на этом. На этом только начало. Это твой детский день рождения. У тебя же есть второй день, третий день твоего рождения. У тебя потом годы начинаются. Больше всего Бог хочет от нас любви. Вот чтобы мы были такими рабами, которым Он говорит, сделай, пожалуйста, это. И мы идем и делаем. Мы не идем и делаем, скрипя душой, а мы идем и делаем с радостью, потому что Бог меня что-то попросил сделать. Бог не принимает таких рабов, которые работают на разных господ. И Иисус принимает только полное посвящение. Поэтому Он, когда и говорил, кто хочет идти за Мною, что там Он говорил? Кто помнит? Отвергни себя, первое. Возьми свой крест и следуй за Мною, братья и сестры. Мы следуем за Господом, не отвергнув себя. Со своими планами и в церкви мы заряжаем свои планы, свои амбиции, свои идеи, прикрывая, что это воля Божия. Нет, это мое желание. Не имеет значения ошибки. Для Бога это вообще не проблема, если верующий ошибается или упадает. Вообще нет проблем. Его кровь восстанавливает, омывает, все. Ошибки это плохо, грехи плохо. Но ошибки, когда человек делал что-то для Бога, у него не получилось. Бог не ругает за это, он наоборот вдохновляет. Пытайся еще. Одно важно для Бога, это сердце верующего, где оно, в ком оно и кому принадлежит. Потому что Иисус говорил, где ваше сердце, там и сокровище ваше. И так, когда ты говоришь, Господи, знай, как это слышит Господь, Он это воспринимает так. О, меня Господином назвали. То есть, это говорит о том, что они сейчас стоят и ждут, что я им скажу делать. Понимаете? А мы-то думаем, Господи, помоги, ребенок заболел. Господи, помоги, нет у меня и есть сегодня. Господи, помоги, денег нету, работы нету. Господи, помоги, без жены, без мужа. Господи, помоги, так много зла на этой земле. Что это за молитва? Если ты к Нему сказал, Господи, значит, ты раб Иисуса Христа. Если ты это осознаешь, когда ты говоришь, Господи, а теперь, я надеюсь, мы начнем осознавать, то пойми, Бог постарается к тебе отнестись, как к своему посвященному слуге. Не переживай, это не отменяет твое сыновство, ты сын. Но есть сыновья-бездельники, и это очень плохо в Царстве Божьем. Есть дочери-бездельницы в Царстве Божьем, это тоже очень плохо. А Иисус сказал, на рабов моих и на рабынь моих излиет Господь от Духа Своего. Хочешь, чтобы на тебя Бог, тебя Бог помазал? Хочешь, чтобы на тебя сошло помазание Дух Святой? Хочешь совершать великую работу Божью, видеть своими глазами, как Бог движется? Стань рабом Иисуса Христа, подчини Ему всю свою жизнь, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за Ним. И ты увидишь, как эта жизнь, в которой ты начнешь жить, намного будет лучше предыдущей, в которой ты жил и мечтал о великом себе. Пойми, с Богом жить лучше. Быть в полном подчинении у Иисуса Христа нету наслаждения больше. А иначе ты будешь все равно косвенно, напрямую, будешь сатаной. Все равно начнешь все его развлечения пробовать, и тебе будет их мало. Послушай, тебе Иисуса достаточно. Посвяти Ему глубоко, посвяти Ему свою жизнь. Попроси, чтобы Дух Святой, Он тебе это откровение донес в твое сердце, чтобы ты Его мог распознать, понять и принять. Чтобы твои молитвы изменились. Знаете, Бог действует по молитвам, но Бог не действует по молитвам, где нет веры, где нету вообще даже понимания Слова Господь. Это все молитвы пропускаются, они нейтрализуются, их нету. Но есть молитвы, на которые реагирует небо, реагирует Бог. Пусть вас Бог благосовит. Аминь.